В нашей лаборатории разработана технология электромагнитного зондирования и вызванной поляризацией, которая используется для обнаружения рудных полезных ископаемых, полиметаллических руд, руд с содержанием золота, кимберлитовых тел, в которых возможно наличие алмазов, и подземных вод. Данная технология запатентована и для ее реализации сделан аппаратно-программный комплекс Марс. Регистрация переменного электромагнитного поля, которое генерируется заземленным диполем, осуществляется приемной линией и измеряются переходные процессы одновременно на 8 разносах. Глубинность исследований составляет от первых десятков метров до 1 километра. Регистрируется индукционная составляющая электромагнитного поля и поле вызванной поляризации. Регистрация выполняется полной формой переходного процесса, делается непрерывная запись на достаточно высокой частоте, 100 кГц, что позволяет эффективно бороться с помехами и с минимальными искажениями получать информацию о ранних временах переходного процесса. Размеры объектов, которые изучаются в геофизике, от первых метров до первых километров. Точно так же меняется, в зависимости от размеров объекта, меняется геометрия измерительных установок. В данном случае использовался генераторный диполь длиной около 100 метров. Последовательность разнополярных импульсов тока в земной коре возбуждается с помощью генераторов. Аппаратура синхронизирована по сигналу точного времени, GPS, PPS или GLONASS. В данном случае в качестве источника тока используется аккумулятор. Помимо этого может использоваться более мощная генераторная группа. И в этом случае будет использован другой, более мощный генератор. Максимальный ток, который разумно использовать в подобных установках, при наземных измерениях составляет около 50 ампер. А при измерениях на море может достигать 2 килоампер. На суше для того, чтобы заземлить генераторный диполь, используются электроды, которые соединяются между собой медной проволокой. Другая такая группа электродов стоит на другом конце диполя. Электрический ток проходит через среду и возбуждает там процессы вызванной поляризации. Первичное поле длинного кабеля после выключения токового импульса возбуждает вторичное индукционное поле, которое регистрируется приемной аппаратурой.